Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Прав ли старец Ефрем Филофейский, что монахи не коченевают после смерти, как мирские люди? Что вам сказать, друзья? Да, так и коченевают, еще и как. Единственные мощи, которые сохраняют некоторую гибкость, это мощи святителя Спиридона Дремифунского, Афанасия Константинопольского, Серафима Вырицкого. Может, еще какие-то есть, я всех не знаю, не проверял, не крутил ничего. Но в целом это считается огромным чудом, неимоверным и редким. Немало монахов после их смерти канонизируют, лет через 30-40 вынимают их косточки и понимают, что, в общем-то, ну вот, косточки как-то там не коченевали. Может быть, какое-то время после смерти их тело сохраняет какую-то мягкость. Но опять же, ну вот такой опыт старца Ефремя. Господь являет те или иные чудеса в жизни святых подвижников согласно вере окружающих их людей. Если, допустим, на Афоне верят, что нетленность мощей является следствием греховной жизни умершего монаха, они там закапывают снова и молятся до тех пор, пока череп из темно-коричневого не станет беленьким-беленьким. И когда он уже совсем сухенький и беленький, они говорят, вот, Господь простил его грехи. Вот, а у нас, наоборот, если мощь и нетленно, это является признаком великой святости этого человека. Вот, потому Господь в разных регионах именно так являет святость своих подвижников, как верят в это их современники, как в это верит та или иная поместная церковь. Вот, Господь всегда очень тактично поступает по отношению к нашей вере, снисходительно, как великий воспитатель и педагог. Поэтому, может быть, там, где жил старец Ефрем, Господь являл еще праведность тех или иных монахов через долгое кочевание их тел, свидетельствуя тем самым для живущих монахов, что вот их собрат и сослужитель, которого, может быть, и не осуждали, и считали каким-то очень гневливым, странным, излишне темпераментным, а может быть, еще и великим грешником, тем, что он достиг великой славы в Царстве Божьем. Все удивляются, говорят, вот это да, а мы его и пинали, мы его оскорбляли, и, Господи, прости нам наши прегрешения. Потому Господь может или так, или иначе являть свою славу во святых своих, в которых он дивен. Ну, а если где-то вы хоронили монаха, услышав эту историю про Ефрема, и потрогали его руку, она не гнется, и вы решили, что все, этот монах жил греховной жизнью, а мы-то думали, а мы-то считали, считали, что он великий подвижник, да, жаль, жаль, жаль этого добряка. Кто бы мог подумать, то это будет, конечно, помысл от Лукавого, потому что все-таки нет тут общего знаменателя, и не надо думать, что если кто-нибудь из ваших родных или знакомых почивших священников или монахов быстро-быстро окоченел, то это признак его греховности, а если не окоченел, то все прямо свят, свят, свят. Вот не надо вообще думать ничего, не надо никого крутить, сжать, пусть Господь сам разберется со всеми нашими почившими родными и священнослужителями. Мы, друзья мои, будем себе внимать, как нас к этому призывает Господь наш Иисус Христос, и не осуждать брата своего. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok